Снимай видео! А то кормить тебя не буду! Кто тут еще кого кормит? Не пиздец! Тули, девчули! Happy New Year! Где-то я это уже слышала. Привет, тули, девцули! Сегодня я расскажу вам, как я проебала со своей же идеей для подарков вам. В общем, те, кто подписан на меня в Инстаграме, в курсе, наверное, того, что я проводила совсем недавно конкурс на 5 сюрприз-боксов по своим вкусам. Один из них до сих пор со мной находится. А почему? Расскажу чуть попозже. Вообще, этот конкурс я планировала месяц где-то или даже полтора месяца назад, потому что я хотела снять видео о том, как я вам лично дарю подарки и радую вас к Новому году. И типа, мне кажется, это очень круто. И вообще, изначально я хотела Данила накрасить в образе Деда Мороза. Я была снегуркой. Но в итоге я так и была снегуркой, но не совсем. Мы, кстати, даже хотели взять на прокат костюмы Снегурки и Деда Мороза, но хорошо, что я этого не сделала. В общем, в итоге я так и провела конкурс. Выбрала 5 победителей, отписала всем. Но изначально я вам не говорила, что буду я дарить вам подарки. Я хотела сделать сюрприз. Я попросила, чтобы мне написали адреса. И, к сожалению, блядь, большинство из этих людей, то есть 3 человека находились в жопе мира. То есть они живут в Питере, но в деревне питерской, то есть за городом. И я такая думаю, блин, походу их не удастся поздравить. Большинство людей были не в городе. А я хотела каждому человеку домой приехать, подарить подарки и снять вашу живую реакцию. Мне казалось, что это будет очень здорово. Но, как обычно, все идет по пизде. В итоге настал тот день, когда вы мне все скинули адреса. Мы решили, что с дремя девушкой я встречусь в центре, подарю им подарки, уже не буду снимать вашу реакцию. И отправилась я, значит, к первой победительнице, которая живет недалеко от меня на следующей станции. Я обрадовалась, что блин, круто, она живет недалеко от меня. Долго добирались, потому что мы не знаем, как пешком дойти до Парнаса, а мы шли пешком. Потому что, ну блин, так будет круче. Мы договорились, сказали девочке, чтобы она ждала нас. С часу до трех она была дома, но в итоге она ушла. И вот что произошло. Мы пришли к первому победителю, которое было выбрано приложением. И по счастливой случайности она вышла так, что живет рядом со мной. Ну мы шли очень долго, но это ничего не значит. Да, сейчас курьер Данил будет звонить домофон. И мы зайдем к ней. Очень волнительный момент. Светит, как всегда, по пизде. Девочка предупредила, чтобы она была дома, когда мы придем. Но мы опоздали на час, к сожалению. Так вышло сложно найти ее. Потому что пиздец. Она сказала, будет через три часа. Я была очень огорчена, что мы приехали и просто так уже все подготовили. И, блядь, все пошло по пизде. Почему все время так? Почему все, что я планирую, все идет не так, как нужно? Я хотела реально записать годный контент, чтобы это было так интересно. Потом отправились к следующей девочке, которая находилась в другой жопе мира, но не так далеко, как остальные две. А мы приехали к ней в общагу. Нам не удалось зайти в сам корпус, потому что, блин, нас бы консьержка не пустила, мы это понимали. Мы стояли в холле и подготовили все, поставили камеры. Данил позвонил девочке и сказал, типа, спускайся. Смотрите дальше сами. Мы, короче, пришли ко второй девочке. Она сейчас будет выходить уже, мы уже не будем заканчивать. Причем, потому что общага. И мы такие, да, нас бы кто не пустит. Это она? Не она? А может быть, она. Я была очень рада тому, что хоть единственной девочке мне удалось подарить подарок лично. Я думаю, она была очень довольна. И, кстати, с ней хотелось сделать обложку, но, блин, там было очень дерьмовое качество, и я решила переделать его со своей подругой. Так что, если вы смотрите обложку и думаете, что это клик-двейт, это просто моя подруга, а там было плохое качество. Подальше, малыша, дай подальше. С остальными двумя девочками, почему двумя, а не тремя, расскажу позже, куда третья подевалась. С двумя девочками я встретилась у себя на станции, я передала им подарки. Они были достаточно маленькие, им где-то было лет по 14, а до этого были достаточно взрослые девочки, им по 18-19 лет. С одной девочкой я сфоткалась, меня сфоткал ее папа, наверное, а вторая девочка мне подарила букет роз. Это было так мило. Ну, я написала ей, что я поеду в Икею, и это было как-то не очень, пришлось обратно домой пилить, чтобы все отнести. Но тот факт, что она мне подарила букет роз, это было очень круто и приятно, реально. И никто еще никогда не дарил подарки. Только один раз на фан-встреч, но это было около двух лет назад. Это так мило. Если подарить шоколадку, то тоже рада, чтобы моя жопка была очень больше. Ситуация с третьей девушкой, точнее, женщиной, спрашивала еще за неделю, типа, вы сможете выходной? Она такая, да, да, конечно, без проблем. Она жила в деревне какой-то там. В итоге я ей говорю, типа, вот, встречаемся все вот тут-то. Я так понимаю, что у нее есть своя точила, но она не смогла приехать, потому что у нее, видимо, ребенок. И после этого я больше не буду. А я Данилу изначально говорила, потому что он подводил итоги конкурса. Я говорила, не нужно брать победителей. девушку-женщину, которой уже 30, блядь, лет, я знала, что это приведет к чему-то нехорошему. Ну, в собственном таки произошло. Эта девушка говорит, я не могу приехать, у меня ребенок, не с кем его оставить. Да хуй там плавал. Вот так я сейчас перезыгрываю подарок у себя в инстаграме. Так что, если хочешь его получить, это из СПБ. Была даже такая ситуация, что почему-то кто-то, блядь, не знает, что такое СПБ. Нельзя, блядь, загуглить. Нет. Что такое гугл? Никто ж не знает. Да, ведь девчонки? Да. Мне интересно, знаете ли вы, что такое ЕКБ? Или МСК? Что это такое? Ладно. В итоге я сейчас разыгрываю этот подарок. Можете зайти ко мне в инстаграме, поучаствовать, если вы хотите. Были девочки, которые участвовали из других городов. Мать вашу. Из других городов. Я дамся, что участвую по СПБ. Даже я видео снимала, говорю, только по СПБ. Но тот факт, что я все-таки одну девочку поздравила, это круто. Реально это круто. Я была очень рада. Я хотела поздравить вам. Новогоднее видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. И, может быть, когда-нибудь я такое устрою. Но я, наверное, все-таки не буду больше такое устраивать. Может быть, через лет 10. Когда-нибудь когда-нибудь много подписчиков. И они поумнеют, возрослеют. А может, не будут такое больше устраивать. С Новым Годом всем! Там, бубенечки свои включайте, шарики, фонарики. Вешайте на окна. У меня вот ничего не все. Даже елки нет. Нет ее просто. И нет. Все. Нахуя нужно, да? Всех с наступающим Новым Годом! Спасибо всем за просмотр! А я всех люблю! Идите! С Новым Годом!